В Минске наконец-то проходит долгожданный фестиваль для мужчин. Ура, товарищи мужики! Поднимаем руки, хлопаем громко. Организатор обещает отменную бороду и кофе в подарок. С подарфеста уже начался, в нем участвуют более 10 барбершопов. Да, организаторы обещают завершить фестиваль необычным мастер-классом по уходу за собой для мужчин. А у нас сегодня в гостях организатор фестиваля Екатерина Романова и барбер с многолетним стажем. Один из участников фестиваля Глеб Портянки. Доброе утро! Привет, привет. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Рассказывайте, как вообще родилась идея, вот такой классный, невероятный уздоровский фестиваль? На самом деле идея родилась довольно-таки спонтанно, потому что все-таки надвигались праздники и хотелось каким-то образом поздравить мужчин. Это раз. Во-вторых, подумалось, есть ли у нас какие-то фестивали, направленные именно на мужчин. Потому что для девчонок в городе делается, слава богу, мы с Марианной знаем, достаточно много мероприятий. А третье, что подтолкнуло, это как будто просто такие, знаете, случайности. Едешь в такси, таксист бородатый, красивый мужик с длинной бородой. Говорю, слушайте, здорово, как вы за ней ухаживаете, где, да что. Он говорит, ну только дома, ну это же неприлично, мало куда-то выходить. И пришло какое-то понимание того, что несмотря на то, что бороды и уса очень сейчас актуальны и модны. Да, да, я каждое утро, каждое утро. Честное слово, каждое утро греешь, но отрастает. Но нужно эти идеи к тому же все-таки популяризировать, давать мужчинам какую-то возможность попробовать впервые. Вот такой фестиваль, это выгодная и удобная возможность, потому что 10 дней идет фестиваль. В течение 10 дней в 12 самых крутых топовых барбершопах Минска, ну и можно сказать, я думаю, всей Беларуси, можно за 10 рублей постричь и уложить бороды и усы для сравнения выгоды услуги, ну примерно в 3 раза. Да, с обычной стандартной ценой хорошего барбера. У Глеба вообще руки золотые. У Глеба это в 10 раз. На самом деле это вот популярно среди минчан, потому что фестиваль уже идет. Как вообще успех? Ну, с точки зрения организации, мы были удивлены, потому что первый анонс мы давали за 3-4 дня до фестиваля, именно специально, чтобы не было там ажиотажа, и барберы волновались, как это будет происходить, все-таки впервые происходит. И в первый же день десятки людей стали записываться. А насколько актуальны вообще сами услуги борода и усы, я думаю, Глеб может рассказать. Так, Глеб, хвастайтесь. То есть как, расскажите, выросла тенденция за последние годы? Больше ли приходят к вам бородатых, усатых, стильных, модных, или все-таки меньше? Приходит больше. Так. Тенденция развивается год от года. Но количество, допустим, барбершопов и количество хорошо постриженных, уложенных мужчин на улице, это разные истории, есть куда развиваться. У меня, кстати, возникает определенный вопрос. У нас я не так сталкивалась с этим, а в Европе я видела, что вот люди как-то все больше отпускают, именно молодые, вот возраста Макса, усы. Но у нас усы все-таки как-то, наверное, больше борода и усы, да, популярны? Еще, кстати, подкручивают. Ну, это не всегда. Вообще растительность на лице и на голове, она, в общем-то, строительный инструмент, который используется для того, чтобы приблизить форму лица и головы к идеальной. На уровне восприятия, к ковалу. Это как у девочек румяны, судя по всему. А, да, и контур, да? На самом деле все же отращивают бороду, это как будто символ там брутальности, мужественности, мужественности, но не всем она идет. Бывали люди, которые приходили, мужчины, и говорили, вот это, а вы, нет, вам лучше. Такое, конечно. Да? Лучше сбор. Лучше давай, все, убирай, да? Еще, кстати, такой вопрос. Мы когда организовывали фестиваль, долго обсуждали, потому что в фестивале тоже используем белорусскую косметику, и гордимся этим, и знаем, что каждый барбер будет делать, кто-то горячей пеной, например, делает услугу, кто-то опасной бритвой, то есть там очень много всего интересного, чего можно почитать на сайте фестиваля. И знаю, что многие мужчины приходят за тем, чтобы подкрасить, скажем, бороду, когда она реденько растет, но чтобы выглядеть так, как мачо. При первом визите можно получить действительно профессиональную консультацию относительно формы, там и стрижки, бороды, усов относительно длины, относительно цвета, стоит ли тонировать, либо не стоит, как нарастить густоту и так далее. Как нарастить густоту? Как нарастить густоту? А борода? Нет, капсулы – это… Это ваше женское. Это ваше женское, да. Я просто вот эти провожу параллель. У нас все более честно. У нас все более честно. Там не про капсулы, да. Там про спящие волосяные фолликулы, которые у всех есть под кожей. Если нет каких-то генетических предположенностей, либо наследственности, да, то, как правило, усилить рост волос на голове и на лице возможно. То есть мужчины тоже втирают касторовое масло? Есть другие препараты, да. У Марьяны просто только два варианта – астровое масло и капсулы. Ну, по существу мы хотим еще сказать о том, что барбершоп – это место для общения. Это раз. Второе – это место, где ты действительно можешь получить полезную для себя информацию, в том числе по уходу. Потому что некоторые мужчины просто стесняются идти за такой информацией. Так давайте попробуем, на самом деле. Я знаю, что, Глеб, можно сейчас прямо нашим телезрителям показать маленький мастер-класс. Давайте, так уж быть, используем меня. Извините. Да, и пускай зритель посмотрит, как это все можно улучшить и сделать все посимпатичнее, если еще можно куда-то симпатичнее сделать. Так, начнем же. Немножко даже волнительно как-то. Да. Волнительно волнительно. Сейчас мы сделаем Максиму более четкие выразительные контуры. Так. Видно, что Максим за бородой у нас ухаживает. Но контуры нужно сделать выразительно. Обновить. Ну и главное, дышите ровно, Максим, потому что это опасная бритва. И не дергайтесь в первый раз. Скажите, вот для контура лица нашего идеального Максима, его борода, ну, как бы, подходит или вы бы что-то подправили в принципе? У Максима хороший зарост бороды. Можно экспериментировать, на самом деле, с формой, с длиной. Вот сейчас у него просто резнокруглая борода по форме лица и верхний контур круглый. Можно сделать прямоугольную, хорошую геометрическую бороду, что зрительно вытянет его лицо и делает его более худым. А вот что нужно делать в домашних условиях? Я знаю, что обязательно бороду нужно чем-то смазывать, чтобы она не была жесткой. Прежде всего, бороду нужно мыть основательно. Ну, все зависит тоже от типа волос, от структуры волоса, да, от типа кожи и так далее. Нужно подбирать индивидуально уходовые средства. Кому-то достаточно и водички из-под крана, помыть и все будет хорошо. А кому-то нужно использовать кучу всяких разных косметических средств, чтобы привести свою бороду в порядок. Мы завершаем, грубо говоря, втираем масло для бороды непосредственно в бороду, лусы. Мы обновили Максиму контуры стрижки, контуры бороды, сделали ее более такой четкой. Спасибо. Пожалуйста. Подчеркнули через три лица. Может быть, для обывателя это не сильно заметно, да, но тем не менее, эти мелкие детали создают образ современного мужчины. Ну и за твою храбрость мы хотим от фестиваля поблагодарить и вручить вот такой вот, пожалуйста, подарок. Это я люблю. Впервые жалею, что у меня нет бороды. Ну и также мы подготовили очень необычный подарок. Этот подарок достанется одному из телезрителей. Так, рассказывай. Какого получили? Получить очень просто. Естественно, нам интересно, как мужчины следят за собой. Хотелось бы посмотреть фотографии, поэтому выставляйте у себя в социальных сетях на своей страничке фотографию с бородой или усами. Или с бородой и усами, мы будем всему рады. 4 марта мы подведем итоги, выберем самое необычное фото, будем серьезно строго журить. А один из вас, победитель, получит вот такой сподар-бокс. От сподар-феста нашего фестиваля здесь есть все хотя бы для начального этапа ухода за бородой дома. Большое спасибо, что пришли, подарили нам подарки. Особенно приятно было Максиму, да, судя по всему. У нас сегодня в гостях были организаторы фестиваля усов и бороды. А за подробностями конкурса следите на нашей страничке в нашем аккаунте в инстаграм. Включайся. Ну и не переключайся. Субтитры сделал DimaTorzok